Что ж, друзья, я вас всех еще раз поприветствую. С вами Слэм. Мы ведем репортаж с отборочного тура и МК Товица, и вот матч, вернее, отрывок матча, который сейчас с вами будем досматривать. Эльтернет против СССР. Ребят, 15 раундов у наших ребят. Проиграли две сложные ситуации, оставаясь в численном преимуществе. Но соперник, конечно, у них очень-очень сильный. Немецкая команда всегда отличалась стратегией, тактикой, индивидуальностью. И вот будем смотреть, смогут ли они их пройти, чтобы сыграть третью карту. Чуть-чуть не хватило победы. Но если выигрывают здесь, то, по-моему, выигрывают в этом матче и проходят дальше, в следующую стадию. Состав СССР. Флэнки Бакен, Латра и Кристал Феликс атакуют. Ой-ой-ой. Ну вот такое вот начало. Эсма минус Латра. Я вот чутка забыл вообще счет первой карты. Ой, ребят, один раунд СССР взяли на первой карте. То есть, если здесь не вытащить сейчас на овертайме, то... А овертайм, как я понял, был 5, если я не ошибаюсь. Да-да-да, Best of 5. Вернее, MR5. Поэтому 5 раундов в защите, 5 раундов в атаке. По 16 тысяч на счету каждой команды. Короче, ребятам из России придется сейчас не сладко. Очень не сладко. Солик, что делает Маус? Бегает по дыму просто. Он ищет Солик, находит в последний момент 16-15, альтернейт отыгрывают. Один раунд и не особо удачно. Ну, у них еще и есть целая серия. Вообще, мне кажется, что я на СССР ставил то, что они все-таки могут по верхней сетке дойти до какой-то, знаете, более сложной стадии. Более сложная стадия финала, но этого просто не произошло. Так, ну, медленный раунд. В исполнении команды альтернейт попробуют атаковать А. Возможно, у них получится. Хороший прием на Б развода. Бомба-то, кстати, идет на А, не на Б. Смотрим на Хрусталя. Кристалл отлично выбивает флэн, забирает латтера, но два игрока остаются. Ошибается Кебакин в стрельбе. Не ловит тайминг и в итоге терпит. На Б проскакивает Эсма, но его забирает Маус. Феликс, последняя игра в флэнде. И Кипи приел. Тут как тут, 16-16, СССР отвечают тем же. Ну, нормально. Будем надеяться, на самом деле, что... Все будет очень-очень хорошо складываться в следующем раунде. Опять-таки, денег до хрена, поэтому здесь каждый раунд... Ну, раунды здесь не переломные. Переломный будет через этот. Хотя, не, вот третий раунд, его уже можно считать переломным. Но если посмотреть на защиту, у них денег остается, поэтому вся вот эта половина будет... Вся эта половина первого овертайма будет очень-очень жесткой. Так, накинули в Латра. Чебакин. Не дает выйти ковры. Ну и теряют источники давления Альтернейт. Вот ошибка от Кипи Триэла слишком невнимательна. Повел себя на парапете, и мы видим стяжку от Феликса. Бомбкерри проходит уже на ковры. Маус его, по-моему... Ой-ой-ой, рачок. Как он заставил ракануть сейчас Маусу, просто нет слов. Ну, ни с чем это не сравнимо, правда. Так, ну эту бомбу, конечно, сейчас выжидают спокойненько. Альтернейт, плейк немножко потерянный в ситуации 1 в 3. Минус-то сделать смог, но вот что дальше? Выходит едва-едва живой. Пытался отцепить плент, не вышло. 17-16, пользу Альтернейт на второй карте. Но вот то, что первое, 16-1, ребят, я очень-очень, очень-очень удивлен был вот этому результату. Мне-то казалось, что парни намного крепче будут отбиваться от немцев. Тем более, что столько опыта у них было получено вот в матчах до этого. И вообще... Не, ну серьезно, у них опыта было получено в матчах до этого очень много. Они несколько раз встречались с Альтернейт в интернете. Я уверен даже более чем, что они с ними тренировались. Но толку-то, толку-то, посмотрите. 17-16, Альтернейт хотят вторую карту оставить за собой. Ситуация в преимуществе не сработала. Ошибается Флейми, но успевает вовремя уйти. Его не догоняет Феликс. Маус играет нагло с Аскаром. Феликс минус Кипитриэл. Кибакин. Хорошая игра под моменталку, но не смог уйти. Не смог забрать с собой Зигу. Вот сейчас самое главное. Флейми вообще... Да, Релат. Красавчик, красавчик. Релат отошел. Все, фарапет остался. Эсма. Не удается ему дернуть игроков команды СССР. На, и Альтернейт вынужден с бомбой халдить лифт-мид. Вот хорошо, что на агрессию ни на какую СССР не решаются. Это очень хороший знак. Сейчас будет ошибаться Кристал, скорее всего. Он сидит за доской, его не видно. И вот, вот, только-только Флейми заметил. Сразу получил в голову 2 в 3. Тут уже не до шуток. Дым в окно. Штрафит Кристал. Понимает он, что на а есть. Ну, Альтернейт сейчас пытаются подобрать самый оптимальный вариант, по-моему. Атаки Кристал, посмотрите, пролезает через дым. Проходит просто сейчас в спину на Б-планет. Если он его убивает, это такой шанс для Альтернейта. И СССР об этом просто даже не догадываются. Идет чек тронок. И Бакин сидит. Ой-ой-ой, кровололище. Просто, просто. Этот запрыгивает. Начинает топать Кебакин в шоке. Его обманули. Он стоит, ставится бомба. Это вообще бред. Альтернейт. Альтернейт ОСОСИ. Как так? Как же так? Ну, первая половина 17-17. Первого овертайма. Я еще раз... Друзья, вот те, кто смотрит запись на Ютубе, еще раз всем вам скажу привет. Мы вот попадаем на самые эпичные моменты в матче первого тура. И вот сейчас СССР играют овертайм с Альтернейт. Последний раунд первой половины. Кипитриэла. ВП-центры. Рискнут. Не рискуют немцы, но дернули. Дернули Кипитриэла. Вот на Старсерии этот парень играл крайне талантливо. Я бы сказал, талантливо. С учетом того, что мы его видели впервые в несколько сезонов. Талант у него был весьма интересный. Так, ну то, что Альтернейт протупили и дефолтный камень не чекнули. Это вообще борода. И посмотрите, холд продолжается. Минута до конца раунда. Флейми убивает венки. Пытается уйти. С опасной позиции его принимает Кристал. Зиг закрыт. Изоляция Кипитриэла. И он уже помочь не сможет лифту, но никак. Опять Кибакин рискует. Вот в каждой... Так, Флейми 41 на 22. Посмотрите, Кибакина выкинула. Мауса тоже. 41 на 22 за матч от Флейми. Этот парень просто... Вот, знаете, команда СССР ушла из Старсерии. Но, по-моему, Флейми именно игрок уровня Стар. Если распределять, если классифицировать можно как-то, да? Бомб has been planted. Бомб has been planted. Маус совсем не на той точке. Кипитриэл, естественно, дал ему инфу, что это скорее всего, а... Убрал или нет? Он убил сейчас Солика, да? Я просто не понял, там на Дэдночсе было что-то другое. Ну вот, давай, давай, один на один, давай, братан. Ну тут надо было не спешить. 18-17, первая половина. Ну в один раунд. В один раунд за сильную сторону уступили. Сейчас СССР. У меня повисло всё. Так, повисли звуки. Развисли звуки. 18-17, 16 тысяч на счету каждой команды. Ну и матч будет продолжаться. Сейчас, конечно, всё будет решать уже уровень СССР в атаке. Так, ну я смотрю, Эсма сразу попадает под декой. На центре дым. Поздняя хае на мидл. Эффекта никакого не даёт. Рак. На простреле. Слышит ковры, слышит ковры. Понимает то, что скорее всего именно там. А с ним вроде бы в суппорте кристалл СВП. Да, да. Кристалл СВП, поэтому это минус Б автоматом Кибакен. Без подсадки действует. Ну и в СССР пока что нет определенных наклонностей к атаке или на А или на Б. Они будут пытаться сделать мидл, наверное. Но подсаживаться не рискнули после бума. Вторая волна откидки пошла от обеих команд. И вот Эсма уже принял зигу. Всё, это инфа. Это инфа. Но нет ассистента на Б пленте. Там Рак смотрит напрямую. Просто ковры. И кристалл СВП суппортил А. В этот момент Кибакен с Латтери перетягиваются с бомбой. СССР будут рисковать. Попробуют дать контратаку на Б плент. Тем самым попытаются стянуть игроков защиты на Б, дабы те укрепились и отдали А. И в этот момент Кибакен, видимо, должен с бомбой как-то пройти на Солика и Слэттера. Но Альтернет будут занимать опасные позиции. Стягивается Солик. Рак дал размены. И всё. Пустой плент. Смотрите. На пустой плент выходит СССР. Вообще блестяще разыгранная комбинация. Но Альтернет вовремя понимает, что здесь что-то не так. Перестрелка. Латра. Кипитриел не убивает спину уходящего с бомбой. Вон да. 2 в 3. Но мы видим, что позиции совсем не худышные. И тут уже никто никого не отпустит. Солик просто живая добыча. 18 в 18. Всё-таки СССР действительно блестяще сейчас сыграли. Мне очень понравился этот раунд. Я не знаю, как вам. Но, по-моему, видно, что парни переживают. Но самое главное, они не теряются в ситуации, когда вот-вот они на грани отставки в нижнюю сетку. Просто если они вылетят в следующем туре верхней сетки, то шансы будут на квоту, на грёбанную квоту в Котовицу, где будет разыграно 250 тысяч. И все эту команду будут поддерживать до последнего. Но если проиграть сейчас немцам, то это будет какая-то минус-моралька. И с нижней сетки нужно начинать всё заново. Не совсем честно по отношению к этим ребятам. Конечно, Альтернет тоже молодцы. Но сколько раз эта команда выходила на лан-финалы. Старладдера и не ехала бы. У меня к ним свои есть. Какие-то, может, по парам претензий, но они все более чем заслуживают их. Ладно. ДССР продолжает активно наступать. И всё-таки, видимо, будет третья карта в этом матче, если они продолжат в том же темпе. На седьмом раунде первого овертайма первая половина очень ответственно подходит к процессу. российская команда. И Флейми увидел. Увидел рачка. Держи. Ой, Феликса на Феликс. Рачка до этого заметил. 19-18. Вырываются вперёд СССР. Эх. Радуется глаз аж прям. 33 на 25 за весь матч. У Эсма. 46 на 22 у Флейми. Кипитрил. 42 на 23. В 103 очка укладывается Флейми в этой встрече с овертаймом и всем бредом. Но не будем забывать, что мы смотрим овертайм лишь по той причине, что СССР пропустили очень важные раунды в ситуациях... Там вроде бы было 4 в 2 или 5 в 2, как писали зрители, пользователи. Обидно, не обидно, но стоит выигрывать. Стоит выигрывать, если счёт позволяет. Ну, далее может быть где-то из-за нехватки опыта слабины. Тем не менее, кто бы, например, не выиграл квоту... Мне бы хотелось, чтобы, например, квоты забрали те команды, которые на лан ещё не ездили. Особенно такого уровня. Кибакин, минус солик. Кристалл моментально начинает аркадить мидл, забирает Кибакина, и в этот момент на Б-плэнд мог пройти Маус. Но СССР передумали, и оставшись в меньшинстве, попробует разыграть схему через открытие Латра на А-плэнд. Латра ждёт из-под ковров врага, но там никого нет. Позиция, кстати, неординарная. Всегда оттуда кого-то ждёшь. Альтернет, как видим, укрепляют на чек практически всё. И Кристалл заставит врасплох своим прыжком Латра 4 в 2. Маус выходит мидл. Кипитриел будет продолжать, по-моему, идти на А. Или где он? Да, на А в яме. Кристалл антифлэш. Вот мне сейчас интересно. О-о-о, привет, голубчик, говорит. Ой-ой-ой, минус Делфа, минус коннектор. Браво просто. Распилили. Вот, знаете, клин клином вышибают. И обычной медленной игрой, просто с передачей друг другу инфы в паре. Кипитриел и Маус открыли аплэнт и вышли из такой тупиковой ситуации. Альтернет не знают, как собраться. Что творят эти русские? Говорят, в Альтернет Маус минус Кипитриел. Явный МВП этого раунда. 20-18 надо брать. Надо брать. Матчпоинт. Матчпоинт для команды СССР. Если Альтернет не отвечают этим девайсным, то это 21-18. Если СССР проигрывает, то мы смотрим вторые овертаймы. Но Альтернет здесь уже не в ничье. Альтернет уже в минусе. И, скорее всего, будет третья карта. Вот там-то точно решится все. Я надеюсь, это будет что-то темное. Подписает Гол ТВ. Ну, в надежде на то, что СССР выиграет, я сначала подумал, что это баговое зависание, когда матч закончен, но на Гол ТВ просто меняется карта вместо последнего раунда. Но размен на девятом, второй половина, как видим, пока непредсказуемый. 4 в 4. Честное преимущество игроков атаки будет выходить на Аплент, как я понимаю. Феликс там единственный, кто будет защищаться. СМА на винте. Но быстрая хелпа. Быстрая хелпа будет, скорее всего, Альтернет. Чтобы нормально атаковать, нужно использовать все свои силы. И, по-моему, да, мобилизируется СССР. Это будет контр-вип от Аплента. Посмотрим, что ответит Феликс. Но мне кажется, что если прокинут, то шансов у Феликса нет. Но самое главное, просто выйти на шифтах, как вот в прошлом раунде. Было сыграно идеально. Посмотрите, что происходит. Вот кто первый дошел до трона и не посмотрел сейчас ковры, тот ошибся. Феликса убили. Кипакем. Лезет. АВП от Солика. Но Солик отрезает Маус. Оставится бомба. Солик красный. Идет на коннектор. Его пытаются давить. Флейми. 48-й фраг Флейми. 2 в 2. Опасная бомба. Может закончиться кроволовым. Альтернет. Все еще не теряют шансов. Проходит Эсма. Но остается красный. Не отпускает его Флейми. 49-й фраг Флейми за этот матч этой карты. Ну и будет здесь Полтос. Полтинник от Флейми. 50 на 23. Вторая карта достается команде СССР. Это 1-1. И мы будем смотреть с вами третью карту через несколько минут. Пока что один рекламный блок. И после него мы вновь зайдем в эфир. Я вернусь в эфир уже вместе со Странцем. Продолжение следует.